Духовный подвиг Святой преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны по сей день является примером добродетели. Вот уже третий год для привлечения молодёжи к делам милосердия проводится слёт православных добровольцев Прикамья «Блаженны милостивые традиции русской благотворительности». В этом году встреча представителей волонтёрских организаций прошла на архиерейском подворье крестового храма во имя святителя Митрофана Воронежского. Вот эти вот собрания, они очень важны тем, что, во-первых, детей они научат, ведь взрослые говорят о мудрых таких вещах и говорят о серьёзном таком, о том, что полезно для души. Вот эта связь поколений, во-первых, а во-вторых, это же исторические события, это корни, от которых мы не можем оторваться, просто не можем. Если мы оторвались от корней, то кто мы? Слёт добровольцев открыл череду двухдневных мероприятий форума «Белый ангел России». В рамках своего рабочего визита с напутственным словом перед участниками выступила Анна Громова. Мы знаем знаменитое движение благотворительное, белых, синих цветков и так далее, и так далее, когда молодёжь непосредственно участвовала в сборе пожертвований для фронта, для нуждающихся, для бездомных детей и так далее, и так далее. Во всём в этом непосредственное участие принимала Елизавета Фёдоровна. Поэтому неудивительно, что добровольческое движение, которое сейчас возрождается, уже, можно сказать, возрождено в России, которое имеет самые разные направления, экологическое, социальное, просветительское, все эти направления под именем Елизаветы Фёдоровны здесь, в Перми. У нас вот сейчас цель этого слёта – объединиться, потому что мы каждый по отдельности и что-то недорабатываем. А когда мы объединимся, вот что-то мы не сможем сделать, соответственно, кто-то нам подможет. То есть у нас будет, будем совещаться, будем собираться. Мы занимаемся в основном гуманитарной помощью, нуждающимся, обездоленным людям. Кульминацией второго дня мероприятий стал 7-й Свято-Елизаветинский форум «Белые ангелы России. Великая княгиня Елизавета. От Дармштада до Иерусалима». Сегодняшний форум, опять же, является подтверждением того, что благотворительность меценатства в Пермском крае есть, имеет место быть. И я действительно благодарен тому, что мы проводим именно форум на Пермской земле. Нам ещё есть куда стремиться, есть над чем работать, потому что всё-таки те традиции, которые были заложены великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, их надо развивать. В центре внимания дела благотворительности, милосердия и подвижничества в истории и современности. Форум стал фактическим завершением и подведением итогов года работы участников. Своего рода подарком для пермяков стало открытие передвижной выставки гравюр и литографии «Российский императорский дом. 300 лет истории» из фондов Калужского музея изобразительных искусств. Она представляет уникальное собрание гравированных и литографированных портретов представителей императорского дома Романовых. Мы прекрасно помним историю и прекрасно знаем, что пермская земля в определенной степени стояла и у стоков царской фамилии, императорской фамилии, и связана с трагической вехой в истории семьи. Сама коллекция пронизана такой некой трагичностью русского народа после революции, ценностей, которые помогают нам помнить о нашей истории. Научное сообщество «Прикамья» при поддержке правительства края ведет работу по сохранению исторического наследия региона и возрождению мест памяти представителей императорского дома Романовых. Работа, которая здесь, на Пермской земле, проводится благодаря Елизаветинско-Сергиевскому движению во главе с Анной Витальевной. Оно, знаете, напоминает нам, оно не дает нам уснуть, оно не дает нам быть, знаете, свидетелями эпизода и забыть об этом. Оно возгревает нас для того, чтобы мы приобщили к этому многих и многих людей. Это великое деяние. Эта выставка – еще один шаг на пути к большой цели. За неполные четыре месяца, несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в России, ее посетили свыше 15 тысяч человек. Познакомиться с экспозицией «Пермеги» смогут до 15 декабря в историческом парке «Россия. Моя история». Субтитры создавал DimaTorzok